Музыка Выход на заслуженный отдых у многих ассоциируется с ежедневным просмотром сериалов и посиделками на лавочке около подъезда. А мысль о том, что пожилые люди могут дать фору молодым, у многих не укладывается в голове. Центр социального обслуживания населения Ленинского района города Могилева разрушает все стереотипы о жизни людей преклонного возраста. И у нас есть доказательства. Участники кружка фитнеса «Архитектура тела» считают, что возраст только в паспорте. И не важно, сколько тебе лет. Главное не стареть душой, оставаться бодрыми, энергичными и целеустремленными. А чувствовать себя именно такими молодыми и здоровыми пенсионерам Ленинского района помогает один из новых видов физической активности в Могилеве – скандинавская ходьба. Скандинавская ходьба впервые проявилась или появилась в Финляндии. Это 30-е годы прошлого столетия. Стал вопрос для скандинавов, они же много на лыжах ходят и так далее. Как тренироваться в летний период? Ну и в летний период они тренировались, используя просто палки без лыжи. При этом заметили, что есть хорошие результаты, когда они в последующем ходили на лыжи. Поэтому решили этот момент использовать. Скандинавская ходьба очень полезна не только для людей пожилого возраста, но и вообще для всех. Ведь она помогает улучшить состояние здоровья, устраняет последствия малоподвижного образа жизни, создает благоприятные условия для работы органов кровообращения, дыхания, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Есть один важный момент. Этот вид деятельности очень хорош для тех, кто имеет какую-то проблематику с костно-хрящевой системой, с суставами и так далее. Потому что дополнительные опоры палки позволяют уменьшить нагрузку на организм. Поэтому больше показаний к этому виду для пожилого человека, для того, кто восстанавливается после травм, после каких-то операций и так далее. Начинать скандинавскую, или как ее еще называют, финскую ходьбу с разминки, для того, чтобы подготовить тело к физической нагрузке. А потом палки в руки и вперед, покорять вершины. Для здоровья полезно. У меня болеют суставы. Сейчас у меня они двигаются. Поэтому я решила заниматься скандинавской ходьбой. Занятия скандинавской ходьбой в Центре социального обслуживания населения Ленинского района появились весной текущего года. И уже пользуются популярностью среди людей пожилого возраста. В планах у руководителя кружка «Фитнес и архитектура тела» Игоря Михейченко привлечь внимание людей к движению. Для этого он создал новый проект «256 шагов к здоровью», где особое внимание уделяется именно движению, не только физическому, но и духовному. Присоединиться к участникам кружка может каждый житель Ленинского района, вне зависимости от возраста. Желаю всем, чтобы приходили на наш кружок и занимались спортом. Они сидели на лавочке или осаточили, как другие сидят. Я так не могу. Я лучше спортом занимаюсь. Хожу на хор, на танцы хожу. И вот спортом занимаюсь, ходьбой. Более 20 команд примут участие в оздоровительном спортивном мероприятии «Тропа здоровья», которая состоится в эту субботу 29 сентября и будет приурочена к Международному дню пожилых людей. По традиции команды примут участие в различных эстафетах и соревнованиях, таких как дартс, боулинг, стрельба из пневматической винтовки, перетягивание каната, кольцеброс и даже метание валенка. Кроме этого, творческими коллективами города будет организована концертная программа. Подкрепиться можно будет солдатской кашей и горячим чаем. Для участия в празднике приглашаются все желающие. Начало в 10 утра. Стадион спорткомплекса «Торпеда». Вход свободный. Профориентационную работу провели сотрудники транспортной милиции в рамках акции «Мы против алкоголя» для учащихся школ города, рассказав о тонкостях профессиональной деятельности подразделения. Показательный фильм «Я курсант», подготовленный сотрудниками Института МВД, рассказал ребятам об этапах подготовки. От абитуриента до уже состоявшегося офицера-выпускника Института МВД. Начиная от учебных будней до специальной подготовки курсантов. Для того, чтобы стать курсантом для вступления в высшее учебное заведение системы МВД, необходимо обратиться в нашу службу кадров. Подойти именно к нам в отдел, попасть на прием к заместителю начальника отдела по идеологической работе, либо к инспектору группы кадров. Могилевский отдел транспортной милиции сегодня – это самостоятельная структура, об которой входит участок пути протяженностью свыше 500 километров. Обязанности сотрудников отдела требуют высокого профессионализма и знаний, умения действовать решительно в экстремальных ситуациях. Именно поэтому главная цель проведения акции – показать молодому поколению, насколько ответственно стоит подходить к выбору профессии. Мы уделяем профилактике пьянства, так как будущее, наши работники милиции должны быть кристально чистыми, не должны допускать совершения правонарушений. Естественно, при оформлении на службу, при оформлении на учебу, данные ребята будут проверяться. После просмотра фильма ребятам представилась возможность примерить на себе специальную одежду сотрудников отдела, познакомиться с представленными средствами профессиональной деятельности. По окончании акции было заметно, что многие ребята всерьез заинтересовались работой сотрудников транспортной инспекции. И, возможно, это станет решающим фактором в выборе будущей профессии. Дни иранского кино пройдут в Могилеве с 28 сентября по 2 октября. Кинотеатр «Родина» приглашает жителей и гостей города на просмотр художественных иранских фильмов, дублированных на русский язык, а также фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами. В рамках мероприятия запланирована выставка изделий мастеров ручного ремесла, книг на русском и персийском языках. На открытии Дни и кино перед жителями и гостями города выступит иранский музыкальный ансамбль. Всех гостей также ожидают сладкие угощения. Первый показ запланирован на 17.30. Могилевская «Надежда Днепр» сыграет 28 сентября с Зоркой БДУ из Минска. Матч состоится на домашней площадке «Надежда Днепр» в стадионе «Сдюшор» номер 7 по адресу улицы Якубовского, 15А. Начало игры в 16 часов. Вход свободный. Редактор субтитров А.Семкин